Всем привет! Меня зовут Екатерина Иванова, я ваш наставник и тренер YouTube. И в этом коротком видео я вам протяну свою руку и расскажу еще одну очень простую фишку. Многие в этой фишке видят что-то очень сложное, непонятное и даже страшное. Именно этот маленький секрет поможет вам всегда быть на шаг впереди от ваших конкурентов. Речь пойдет о SEO-оптимизации для вашего видео или по-простому продвижению в поисковиках. Вы уже видели, что видео отлично выдается в поиске на передовых топовых позициях, как в гугле, взгляните на это фото, наша свадьба на первом месте, так и в Яндексе, тоже вы видите, что на первом месте, так и по вашим запросам вы тоже можете это легко сделать. Топ-10 это очень-очень выгодно. Но главный вопрос, как вам попасть в топ-10? Все понимают, что нахождение в топах сулит вам успех в любом деле. И тут на помощь к вам приходит SEO-оптимизация. Итак, давайте представим себе поискового робота Google. Такого, например. Или такого. Или поискового робота Яндекс. Я выберу такого симпатичного робота. Именно он мониторит кучу информации по всему интернету. Видео загружают огромное количество людей, в том числе и вы. К примеру, вы подготовили новое видео, загрузили его на свой канал. И вот наш поисковый робот натыкается на ваш новоиспеченный видеоролик, загруженный на YouTube. Но вот незадача. Робот еще не настолько умный, чтобы посмотреть и логически оценить содержание вашего видеоролика. Поэтому он целиком и полностью доверяет вам и делает выводы о происходящем из текста, в котором вы описываете ваше видео. А текст делится на три составляющие – название, описание и теги. Теги по-другому можно еще назвать ключевые слова. И вот вам несколько простых советов по оптимизации каждого из этих параметров, чтобы понравиться нашему поисковому роботу и, конечно же, вывести ваше видео в топ-10 поисковиков. Начнем с названия вашего видео. Придумайте яркое, интересное название, которое заинтересует вашего зрителя и просто не даст ему пройти мимо вашего видео. В первом названии располагайте ключевые слова и словосочетания. Лучше, если ключевые слова в названии вашего видео будут фигурировать в нем два раза. То есть вначале, потом вставляем какой-то промежуточный текст и в конце название. Но не старайтесь сделать название слишком длинным. Можете также в названии сделать упоминание вашего бренда, вашей организации или добавить коротко ваше имя. Отразите в названии суть вашего видео. Ведь все-таки это название видео и там должно полностью отражаться суть самого видеоролика. Но и создавайте некую интригу. Например, досмотрите видео до конца или какая-то эмоциональная фраза. Например, вау, супер, невероятно, я такого еще не видел. Ну или что-то в этом роде. Далее описание. В первых двух строчках должно быть самое интересное. Должно быть самое мясо. И должна располагаться ссылка. Я делаю ссылку на второй строчке. Ссылку не забывайте делать с HTTP, чтобы она была кликабельная. В тексте описания используйте также ключевые слова и словосочетания. И не забудьте включить туда полезную информацию. В описании вы также можете включить тайм-код вашего текста, то есть расшифровку всего текста видео. В описании вы тоже можете вставить все свои ссылки соцсетей и написать еще какие-то призывы к действию. В самом низу описания, например, подпишись на мой канал и ссылку со своего видеоканала YouTube. Также внизу вы можете вставить ссылку на себя, на все соцсети или на свои сайты дополнительные. То есть здесь вы можете внизу уже рекламировать как захотите. Но не делайте тоже из описания какой-то мусорный. Должно быть четко и по факту. И очень важно теги. В тегах мы перечисляем ключевые слова и словосочетания, подходящие под данный видеоролик. Я не рекомендую использовать более 10 тегов. Сочетайте теги общего и узкого назначения, состоящие из одного или нескольких слов. Например, кошка или купить кошку в Киев. Конечно же располагайте теги в порядке важности. Самые первые теги должны быть самые важные. Если вам важно, чтобы вас находили по имени, добавьте имя. Важно, чтобы находили ваш город, добавьте и его. Если ваше видео должно быть актуально именно сейчас, добавьте год, например, 2015. Секрет в том, что роботы выводят в топы поисковиков именно те видео, ключевые слова которых повторяются в названии, в описании и в тегах. Очень важна перелинковка ключевых слов в тегах и в названии. Помните это. Итак, переходим к практике. Сейчас я вам на практике покажу, как можно очень быстро делать подборку и правильную оптимизацию вашего видеоролика. Возьмем, например, видеоролик «Купить машину Тойота». Я вместе с вами захожу в wordstat.yandex.ru Вы видите на экране. И биваю сюда «Купить». Вот у меня уже есть. «Купить Тойота». И жмем «Подобрать». Смотрим, что нам подходит. И копируем в какой-нибудь файле, к примеру. Нам подходит «Купить Тойота». Ну, предположим, у нас будет «Тойота Крузер». Нам подходит «Тойота» «Лан Крузер». «Купить новая Тойота» «Купить новая Тойота». Ну, и пусть будет «Тойота» «Лан Крузер» «Купить Прада». Я вам рекомендую остановиться на низкочастотных ключевых словах. То есть, есть ключевые слова, где запросов меньше 3000. Вот видите, да? А есть, где больше. Среднечастотные и высокочастотные. Вот конкретно «Купить Тойота» – это высокочастотный запрос. Видите, 30 тысяч показов в месяц. Не стоит за такими запросами гнаться. Известно, что несколько низкочастотных вам заменят по объему 1 среднечастотный или высокочастотный. Поэтому старайтесь ориентироваться на те, которые ниже 3000. Ну, и вот мы записали эти теги. Давайте еще вот этот добавим. Плюсики обязательно мы убираем. Не смущайтесь, что теги такие длинные. Это нормально. И что я теперь должна сделать? Я должна один из этих тегов вставить название. Ну, вот я выбираю, к примеру, один из тегов, подходящий под название моего видеоролика. Ну, и, конечно, я его дополню. Исправлю, чтобы он был у меня с большой буквы. Давайте добавим какой-то эмоциональный оттенок нашему названию, для того, чтобы захотели его открыть. Вау. Купить Toyota Land Cruiser стало еще легче. Ну, таким образом меня устраивает. Далее в описании мы должны использовать хотя бы часть из этих ключевых слов, которые мы располагали ниже. Не забываем, что суть у нас основное – купить Toyota. И ссылка на ваш основной сайт тоже должна присутствовать в первых двух строчках описания вашего видео. Поэтому мы пишем. Используем. Используем. Далее у нас должна располагаться обязательно ссылка. Я таким образом ее напишу. Перед ссылкой вы можете написать какой-то призыв к действию. Например, смотрите наш сайт. Далее вы можете сделать более подробное описание вашего видео, используя все вот эти теги. Как вы можете это сделать? Например, вот так. Вот так. Вы можете сделать это приблизительно так Купить Toyota Land Cruiser Новую или с пробегом Стало еще проще В Киеве по улице такой-то Находится магазин такой-то И дальше вы можете продолжить Своё описание Чтобы все ваши теги были Перечислены между собой Также в описание вы можете вставить Конечно же номера телефонов Свои Какие-то свои контакты Скайп Что еще я рекомендую сделать После того как вы сделали описание Вашего видео Вам никто не запретит сделать Какую-то дополнительную рекламу Я часто вставляю ссылки на свои соцсети Которые у меня подготовлены В дополнительном файле Например Имя, телефоны такие-то Ссылка ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук И также вы можете Прорекламировать себя И добавить Подпишись на свежее видео И вставить свою ссылочку Со своего видеоканала YouTube Пожалуйста Проверяйте Смотрите Чтоб все ссылки у вас были С HTTP Иначе они не будут кликабельны Также вы можете добавить Предлагая просмотр Следующего видео Например Ссылку Ссылку на какое-то еще Видео Схожее по тематике Или какое-то другое Помните Что это один из важных моментов С которым вам обязательно Необходимо разобраться Есть конечно еще ряд шагов Которые нужно сделать Но это один из самых важных шагов С вами была я Екатерина Иванова Подписывайтесь на мой канал Ставьте лайки С информацией Оказалось вам полезной А я всем желаю Поскорее попасть в топ 10 YouTube И конечно же успехов До связи в следующих видео Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok